Компания «Родник» обеспечила вас двумя автономными огнетушителями. Сколько оплатили? 25 тысяч. 25 тысяч рублей, верно? Ну, претензий не имеете? Не ругались, не хамили мы на вас? Да нет. Это видео записали представители одной из фирм, которая продает огнетушители. Несколько дней назад к Людмиле Афанасьевне пришли трое. И за 25 тысяч отдали два таких прибора. По словам пенсионерки, предприниматели внушили, что товар ей просто необходим. Под предлогом, что вышел закон, по которому в каждой квартире нужно иметь противопожарное устройство. Я им 25 тысяч отдала. Я еще думаю, наберу ли я эти деньги. Вот, еще так сказала, пошла, ну смотрю, я все до капельки собрала свои, что у меня были деньги. Я говорю, 12 с чем-то у меня тут было, а карточку она подставила мне, вот этот приборчик, это он. После ухода предприимчивых продавцов пенсионерка позвонила дочери. Она приехала и проверила документы на товар. А после в интернете нашла настоящую стоимость прибора. Оказалось, его цена не больше трех тысяч рублей. Вернуть товар обратно не получилось. Дочь пенсионерки написала претензию в фирму и добавила, что будет разбираться с предпринимателями в суде. Я общалась и по Вайберу с ИП Смолин. На каком основании вы нас обвиняете в мошенничестве? Я вас привлеку тоже к уголовной ответственности, потому что вы меня не правомерно обвиняете в этих действиях. В организации считают, что все делают по закону. Пенсионеры сами соглашаются на покупку. А значит, оснований для претензий быть и не должно. Более того, угроз в сторону клиентов от фирмы якобы тоже нет. Такого нету даже в мысли, в голове такого нету, вот этой зацепки, чтобы угрожать кому-то. Потребитель всегда прав, всегда идет доброжелательное общение. Впрочем, семья Людмилы Афанасьевны не уверена в законности действия организации. Дочь пенсионерки написала заявление в полицию. Правоохранители провели проверку. Установлены и опрошены лица, у которых данный товар был приобретен. Реализация осуществлялась от имени индивидуального предпринимателя. Вся документация на осуществление предпринимательской деятельности и реализуемое устройство имеется. По статистике, такие дела остаются нерешенными, ведь предъявить какие-либо доказательства невозможно. Поэтому юристы советуют пенсионерам быть более бдительными и в случае подобных ситуаций сразу обращаться в суд.